Привет всем, кто смотрит передачу Эхо Всероссийского, молитвенного марафона памяти жертв Холокоста и восстановления Израиля. В этом выпуске мы побываем с вами в республике Коми, в городе Ухте. Там мы встретимся с пастором церкви Источник Жизни Рамилем Алтенбаевым и пастором церкви Благодать Николаем Юрикевичем. Отправляемся на эти встречи вместе. И вот мы в Ухте, городе нефтянников. Между прочим, название города означает река или протока. Так вот, здесь на дно из рек впервые в России начали добывать нефть. Ну а больше узнать об этом нам поможет пастор Рамиль. Я живу в городе Ухта. Это второй по величине город в республике Коми после столицы Сыктывкара. Это родина первой российской нефти. Впервые нефть была найдена именно здесь, на реке Ухта, еще в 16 веке. Но промышленный масштаб ее начался в 20 веке, когда в 1929 году сюда высадилась экспедиция на реку Чебью. И первый поселок назывался Чебью. А в 1939 году уже поселок назывался Ухта. А в 1943 статус города принял. А самое главное, что в нашей республике, это, конечно, действенные леса республики Коми. Это самая крупнейшая природная охраняемая территория в Российской Федерации. И в Европе самый крупнейший массив баррелиальных лесов. За вашей спиной я вижу медицинское оборудование. Ваша профессия связана с медициной. Расскажите об этом. Да, я работаю врачом. Супруга у меня врач. Сын пошел по моим стопам, старший. Тоже учится быть врачом. На черном курсе сейчас. Работаю я уже, старший работал у меня в 20 лет. Очень нравится. В нашем роду никого не было, медиков. Я первый медик со стороны как материнской линии, так и артовской линии. Работа мне очень нравится. Очень хорошая работа. Очень добрая, связана с людьми. Я могу оказывать помощь как медицинскую, так и духовную. Хочу обратить внимание, что для пастора Рамиля оказывать людям помощь является призванием от Господа. В самом полном смысле этого слова. Продолжая интервью, мы поговорили о Холокосте. Самое важное, что у нас есть, это наша память. Когда мы учимся и умеем хранить память, то история и будущее более светлые, чем она может быть, когда человек забывает о памяти, обо своей истории, что было раньше. Поэтому, конечно, бывших малолетних узников фонслагерей утешить можно только то, что нынешнее поколение современного общества помнит, заботится и никогда не допустит, чтобы повторилось подобное. Почему для вашей общины было важно участвовать во втором всероссийском молитвенном марафоне памяти? Во-первых, у нас в нашей общине есть люди, которые, их родственники, которые воевали в Великую Отечественную войну, которые также были освободителями, их родственники были освободителями, консулокерей. И мы сами по данной теме не понаслышке знаем, у меня тоже один из, мой дедушка не вернулся с Великой Отечественной войны. И тема Холокоста, она коснулась меня более, наверное, глубоко, когда я был в поездке вместе с командой верующих людей в Израиле, и мы посетили мемориальный комплекс Киат-Пашем. Мы окунулись более глубоко в эту проблему, и, конечно, она нашла подлик в моей душе, и осталась глубоко, глубоко навсегда. И я решил именно быть волонтером этого движения, людям передавать память. И я сторонник всегда для того, чтобы мы в День памяти международный, 27 января, ежегодно, участвовали в этом молитвенном марафоне, посвященный данной памяти. Какими методами, какие преступления они творили? Говорите об этом, напоминать тем, кто не знает, а больше тем, кто не хочет знать. Поэтому как важно, дорогие братья и сестры, помнить. И об этом в Священном Писании уделяется много мест и времени. А сейчас переходим к интервью с пастором Церкви Благодать Николаем Юрькевичем. Я спросил его, как вы получили откровение об Израиле? Эти мысли посещали меня давно, еще в детстве, так как я родился в Беларуси, в месте, где было очень много евреев. И во время войны фашисты расстреляли полторы тысячи человек. Я думал, задавал себе вопрос, почему именно евреев? Будучи христианином, я пытался найти ответы в Библии. И многое я понимал, почему именно. И всегда этот вопрос, эта тема, она как-то по-особенному звучала в моем сердце. Когда я думал об этом, когда я молился когда-то об этом. Но особенно я чувствовал, и это приходило понимание больше в мою жизнь, когда мы молились. Я лично молился за Израиль. То приходила какая-то особенная атмосфера Божьего присутствия. Я понимал, что это действительно то, чего хочет Бог, чтобы мы, как церковь, верующие люди, знающие историю Израиля, молитвой и не только молитвой благословляли и поддерживали Израиль. Друзья, время передачи подходит к завершению. Мы заканчиваем этот выпуск красивыми видами Израиля и теплым пожеланием для его жителей. С вами был Кирилл Кондратьев. До скорой встречи. Не пропустите. Дорогие друзья, я искренне желаю вам в это непростое время держаться, держаться вместе. Быть сильными, быть смелыми, быть любящими. Пусть в ваших домах будет мир. Пусть над вами всегда светит солнце. Пусть всевышний своим крылом осенит землю Израиля, как он обещал. Пусть всегда в ваших семьях пребудет благоденствие. И я желаю мира Иерусалиму. Я желаю благоденствия в каждую семью, в каждую жизнь человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok